Если бы серая зарплата или зарплата в конвертах была разрешена в нашем государстве, наверное, разговор на эту тему вести не стоило бы. Но все-таки ответ, кого он интересует, однозначен. Это правонарушение никак не норма. Задумывались ли вы, почему работодатель платит именно таким образом, потому что не хочет в полной мере пополнять казну государства, а также не желая соблюдать трудовое законодательство перед сотрудниками? В отношении должностных лиц и работников организаций имеющие низкий уровень заработной платы, проводится анализ их имущественного положения, по результатам которого принимается решение о целесообразности истребования декларации о доходах и имуществе. В текущем году только за январь-июнь истребована 81 декларация. Превышение расходов над доходами установлено по 71 декларации. Доначислено платежей в бюджет сумме 141,5 млн. рублей. Практика контрольной работы свидетельствует, что чаще всего заработная плата в конвертах выплачивается в сфере торговли, оказания услуг и строительства. Поэтому работниками налоговых инспекций ведется постоянный контроль и на предприятиях, и среди индивидуальных предпринимателей за правильной оплатой труда. Ведь любое правонарушение важнее предотвратить, чем допустить. К сожалению, не все это понимают и в конечном итоге страдают. Инспекции постоянно проводятся контрольные мероприятия в отношении субъектов, нарушающих законодательство по начислению и выплате заработной платы. Деятельность организации с низким уровнем заработной платы ежемесячно рассматривается на заседаниях рабочих групп комиссий, созданных в инспекции администрации Московского района города Бреста. При проведении плановых, неплановых проверок плательщиков, выплачивающих незначительную заработную плату, работниками инспекции проводятся опросы работников, в том числе уволенных, в ходе которых выявляется фактический размер получаемой заработной платы, порядок оформления трудовых отношений. Обман государства сродни самообману, говорят налоговые инспекторы, ведь вследствие вашей недоплаты налогов в бюджет сегодня, завтра недополучат заработную плату учителя, врачей, пенсию, пенсионеры. Но не забывайте о том, что в недалеком будущем и вы станете пенсионером, тем самым представителем наименее защищенной категории населения.